22 часа в Москве В студии Степан Гришин Здравствуйте, Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актрисой Ночуриковой Президент назвал ее ход невосполнимой тратой, огромной потерей Как говорится в телеграмме соболезнования главы государства Кончины Инны Михайловны Чуриковой, великая и всенародно любимая актриса Огромная потеря для всех нас Ее выдающиеся работы на сцене Ленкома и в кинематографе Образец настоящего искусства, вдохновения, громадные самоотдачи Всегда сохраним добрую память о ней, отметил Путин Глава Союза кинематографистов России, режиссер и актер Никита Михалков Назвал Инну Чурикова незаменимой и гениальной актрисой Генеральный директор Мосфильма, народный артист России, кинорежиссер Карен Шахназаров Считает, что образы, созданные Чуриковой, будут жить очень долго Это действительно такая потеря незаменимая Я имел честь работать в своем фильме «Курьер» И это одно из самых ярких воспоминаний, впечатлений моей творческой биографии Работа с ней Она действительно была великая русская актриса Это без преувеличения Это действительно актриса, которая была, что называется, от Бога Ну вот, Бог, видится, забрал Народная артистка СССР Инна Чурикова скончала сегодня на 80-м году жизни После продолжительной болезни, как сообщил директор Ленкома Марко Маршавер Прощание с Инной Чуриковой состоится во вторник в театре, где она служила 75-го года Также в этот день, 17 января, состоится отпевание Похоронит актрису на Новодевичьем кладбище Москвы На Донецком направлении штурмовые отряды и подразделения ВДВ развивали успех в направлении населенного пункта Соль За сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих Сообщил официальный представитель военного ведомства Итри Коношенков На Красно-Лиманском направлении ликвидирована диверсионно-разведывательная группа Потери украинских войск составили 50 человек Кроме того, по словам Коношенкова, в ДНР и Сапаровской области уничтожены два склада предприпасов украинской армии В Харьковской области американская гаубица М-770 А за все, что здесь стоялся, где-то не войска, где-то не войска, где-то не войска, где-то не войска, где-то не войска Воружены два склада предприпасов в районах начинания служа, в армии отверстия на борьбу Артиллерийская система М-777 производства США в районе населенного пункта Волчанск в Харьковской области Три гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Щербаковка в Харьковской области, а также Орловка и Делеевка ДНР Две самоходные гаубицы 2С3 Акация в районе населенного пункта Васильевка ДНР Гаубица Д-30 и самоходная гаубица 2С1 Гвоздика в районах населенных пунктов Новодмитровка ДНР Республики и Гуляйполя Запорожской области В районах населенных пунктов Хироск ДНР и Успеновка Запорожской области Уничтожены станции контрбатарейной борьбы производства США Коношенков также сообщил, что средствами ПВО перехвачены 7 снарядов РСЗО «Хаймерс» Альха в районе Бердянска и УТНР Около 250 человек эвакуированы из Солидара в Шахтерская сообщил ТАСС глава Шахтерской городской администрации Александр Шатов По словам мэра, все они находятся в пунктах премиенного размещения Людям оказывается вся необходимая помощь и поддержка власти республики Сегодня эвакуированных жителей Солидара навестил в Рио глава ДНР Денис Пушилин Он подчеркнул, что жители освобожденного города с местной пропиской смогут рассчитывать на все социальные гарантии, которые распространяются на жителей ДНР Напомню, по информации Минобороны, освобождение Солидара от украинских формирований было завершено в четверг вечером Сами жители Солидара рассказали, что ВСУ применяли по гуманитарным конвоям выводившим беженцев фосфорные боеприпасы По их словам, среди украинских войск было много наемников из Польши и Великобритании Передаю 3 новости Роскосмос вместе с партнерами по МКС разработал план возвращения космонавтов и астронавтов в случае аварии до прибытия нового корабля Союз МС-23 В частности, кресло астронавта НАСА Фрэнка Рубия будет перенесено в американский корабль Крю Дрэгон на котором он вернется, если потребуется экстренная эвакуация сообщили в российской госкорпорации При этом российские космонавты вернутся на Землю на своем Союзе МС-22 с неисправной системой охлаждения В Роскосмосе пояснили, что спуск двух космонавтов вместо трех будет более безопасным, так как поможет снизить температуру и влажность в Союзе При этом в Роскосмосе отметили, что в настоящий момент системы МКС и Союза МС-22 работают штатно пока планируется, что Сергей Прокопьев, Дмитрий Петилин и Франк Рубио все-таки вернутся на Землю на новом корабле Союз МС-23 который должен пристыковаться к МКС в беспилотном режиме 22 февраля Напомню, 15 декабря на корабле Союз МС-22 произошла разгерметизация системы охлаждения На этой неделе глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что корабль получил повреждения в результате попадания метеороида официальные курсы валют на выходные понедельник доллара 67 рублей 57 копеек евро 73 рубля 11 копеек Погода В Москве завтра местами небольшой снег гололидится ночью в городе минус 1,3 днем 0,2 ГОВОРОТ Звести это Звести это Звести это Звести это Первое о главном Прежде чем начать, укажем время Прежде чем продолжить, укажем место Что-то случилось там и тогда Что-то, о чем до сих пор говорят и пишут Обзорная экскурсия по нашей истории Побываем в ее самых значимых точках От эпокального до малоизвестного Что не день, то дата Программа «Время и место» Каждое воскресенье после 21 часа На радио Вести ФМ Если Вести ФМ вам недостаточно Есть еще Вести ФМ Настройте яркость, увеличьте контрастность Наши программы в новом видеоформате Смотрите их в прямом эфире Смотрите их в записи, в социальных сетях И на медиаплатформах Ничего не останется за кадром Канал «Первые о главном» Вести ФМ В ВК, в Яндекс.Дзене, в Рутюбе Следите, подписывайтесь, комментируйте Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok